Обломки бытовой техники, пакеты с отходами. И замшелые следы пребывания человека на этой земле. Такая картина вовсе не иллюстрация постапокалиптического мира. Это всего лишь территория лесопитомника. Вот в очередной раз убираем помойку на свою территорию от жителей нашего города Ивантеевки. Сейчас вот собираем всё в кучу, готовим для того, чтобы вывезти потом на машине, заказать машину и утилизировать этот мусор весь. Как говорят представители питомника, такая картина – не редкость. Особенно много мусора после праздников и выходных. Несмотря на эти доводы, Госадмотехнадзор не преклонен. По закону, собственники должны содержать свою территорию в порядке. В итоге лесопитомник оштрафован на 50 тысяч рублей. К сожалению, наказание понёс Ивантеевский лесопитомник, так как это территория их, и они не принимали меры уборки этой свалки. Но в данный момент, вот сейчас силами Ивантеевского лесопитомника, мусор этот убирается. Представители лесопитомника не согласны с таким положением дел. Мы, убирая за людьми, в какой степени их развращаем. Они привыкли к тому, что здесь можно бросать, безнаказанно, и за ними это убирается. Это, извините, это антивоспитание. И питомник, наверное, не для того создан, чтобы заниматься воспитанием или невоспитанием непорядочных жителей Ивантеевского. Между тем, для того, чтобы ограничить доступ в метро лесного фонда, питомнику требуется оградить эту территорию. В общей сложности здесь нужно установить 15 километров забора. Продолжение следует... Продолжение следует...